Где все в кавычках, великие русские патриоты, Симоньян, Багдасаров, Кургинян, Габрилянов, Бабаян, Мигранян и прочие армянские завсегдатые российских политических ток-шоу? Почему не комментируют историческое предательство Армении в адрес России? Как передает ДайАС, со ссылкой на Градатор.ру, Армения пытается делегитимизировать заключенное 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России. Девальвирует присутствие российских миротворцев и открывает дорогу НАТО на Южный Кавказ в зону стратегических интересов России. Сделка между Ереваном и Парижем, Ереваном и США уже состоялась. Теперь дело за реализацией. Армянская лобби России, имеющая беспрецедентные позиции в дипломатических, политических, информационных, финансовых кругах России, водила за нос россиян, рассказывая сказки о турецкой угрозе, тем самым давая время и возможности Еревану уйти на запад и фактически поставить под угрозу государственные интересы РФ. Опасная игра против России при посредничестве Еревана идет к своей кульминации. Почему молчит Арминофил Соловьев? Самое время предоставить стульчик на свои передачи Маргарите Симоньян, чтобы она постаралась прикрыть предательство Еревана. Не сомневаемся, что у нее и это получится, учитывая отсутствие лица и совести. Куда подевался армянский депутат Затуллин, едва ли не призывавшего ДКБ, а значит наших солдат, идти и умирать за страну, ставшую олицетворением предательства и провокаций. Затуллину надо продержаться до сентябрьских выборов в Госдуму, на которой его опять поведет армянская лобби России отстаивать интересы иностранного государства Армения. Почему не брызжет слюной правдолюб Кургинян и не раскрывает армянский заговор против России? А что же армянский подстрекатель Багдасаров? Пусть, выпучив глаза в своей традиционной манере, чтобы легче было врать, расскажет нам, что Турция – враг России, а Армения – единственный союзник. Пусть порадуется Дашнак Габрелянов, осуществляющий провокации против России внутри России, как и остальные его армянские коллеги по цеху российской журналистики, за то, что Армения вновь пытается развязать войну в регионе, наплевав на миротворческую роль России. История армянского предательства повторяется. Точно так же, как сто лет назад армяне предали османов, так же сейчас они предали Россию. Россию, которая подарила армянам государственность, которой у них никогда не было. Армения сдала Россию, как и Уда, только не за 33 серебряника, а за 2,6 миллиарда долларов. И дело не только в финансовой помощи от Европы, а в том, что Армения фактически дает старт на размещение военного контингента западных стран, то есть НАТО, на Южном Кавказе. Франция уже снаряжает свой воинский контингент, чтобы потеснить российских миротворцев. Это то, чему противились Азербайджан и Турция, объединившие свои усилия с Россией и выстраивающие платформу регионального сотрудничества. Предательство Армении осложняет этот процесс, открывает дорогу внерегиональным игрокам. России, Азербайджану, Турции, Ирану сейчас важно придерживаться своей стратегии регионального развития и обезвредить провокации Еревана и армянскую пятую колонну в России.